Дом номер 17 по улице Правды. Его строили в 48-м году прошлого столетия как временное жилье. Сегодня, согласно паспорту, он многоквартирный и жилой. Жильцов здесь немного. Ирина рассказывает, что в 2016 году дом наконец признали аварийным. Жить здесь просто уже невозможно. Крыша на чердаке протекает, когда на улице дождь, у нас течет с потолка. Мы просто подставляем тазики, все, что есть, всякие бедра. Отопить также квартиру очень сложно. Если раньше мы заказывали одну машину дров, то последние два года нам необходимо было уже даже дозаказывать дрова. Ирина в этом доме родилась, провела детство, выросла, а позже сама стала мамой. На вопрос, как удается растить в таких условиях ребенка, отвечает по заветам своей матери. Мама нас вдвоем с сестрой растила здесь. Я думаю, это были 90-е вообще. А тут, ну это сложно. Чтобы намыть ребенка, это прям целая процессия такая. Нагреть воды – это прямо такое мероприятие масштабное. После признания дома аварийным у семьи появилась надежда, что этот жилищный кошмар скоро закончится. Спустя семь лет это все же произошло. Взамен трехкомнатной квартиры в аварийке Ирине предоставили евротрешку в новом девятиэтажном доме на улице Боровой. Никакого печного отопления, надежный санузел, прекрасный вид с балкона. Сейчас семья постепенно перевозит вещи. Квартира пустая, но Ирина уже продумала, как будет выглядеть ее новое жилье. Детская уже заказана. На днях мы ее уже оборудуем. Это в первую очередь все для ребенка. Проект кухни в разработке. Прихожая тоже. Все. Все по полочкам расставлено. Хочу выразить большую благодарность администрации города Петрозаводска, также Артуру Олеговичу Парфенчикову за предоставленное благоустроенное жилье. К новому району Ирине еще предстоит привыкнуть, но это дело времени. Главное, что ее дочь будет расти в комфорте, а не в полуразрушенном доме. Наряду с семьей Ирины более 900 жителей Петрозаводских аварийных домов обретут новое жилье в двух девятиэтажках на Боровой. Егор Буяло, Станислав Шведов, Служба новостей.